В эфире новости Карелии в студии Юлия Бараева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Я выбежала, вижу дым. Похватила детей быстренько, их собрала. Пожар уничтожил дома в Беломорске и в селе Гридино. Какую помощь власти окажут жителям? Репортаж нашего корреспондента с места событий. Вот мы, часть нашего класса, вместе с моей семьей приехали сажать лес. 12 тысяч сеянцев в памяти погибших в Великой Отечественной. Экологическую акцию провели в Пряжинском районе. Для того, чтобы помочь спасти чью-то жизнь, не обязательно быть супергероем. Чужих детей не бывает. Арт-объект ко дню пропавших детей открыли в Петрозаводске. Власти Карелии окажут необходимую помощь жителям Беломорска и села Гридино. Их жилье пострадало от пожара, который произошел в пятницу. По поручению главы республики населенные пункты посетил премьер-министр регионального правительства Александр Чепик. Какую поддержку окажут тем, кто лишился жилья, узнала наш корреспондент Любовь Сыганова. В пятницу в Беломорске из-за сильного ветра огонь уничтожил несколько частных домов на улице Мира. В одном из них совсем новом проживала многодетная семья. По трагической случайности страховка на жилье закончилась за несколько дней до случившегося. Выбежала, вижу дым. Похватила детей быстренько, их собрала. И вот соседи, друзья наши помогли мне довезти детей до другого дома. И я побежала дальше документы брать из собак. У нас три собаки еще маленькие. Я только их успела. А когда прибежала уже третий раз, тут уже все полыхало. Что успели с собой взять? Какие вещи? Паспорта. Только паспорт. В борьбе с огнем участвовало 23 человека, 5 пожарных автомобилей и более 20 добровольцев. Ликвидировать пожар удалось тем же вечером. Причина произошедшего пока устанавливается. По поручению главы Карелии на место прибыл премьер-министр правительства республики Александр Чепик. Он подчеркнул, что тем, кто лишился жилья, нужно оказать всестороннюю поддержку в рамках действующего законодательства. Мы постараемся помочь всем семьям, которые у нас пострадали, и финансово в рамках нормативной правовой базы. Ну и постараемся, чтобы лес на постройку, если люди захотят построиться, мы также им помогли выделить не очереди. Александр Чепик добавил, что пострадавшим помогут с восстановлением утраченных документов. По словам местных властей, была сформирована и рабочая группа по оказанию помощи семьям. Также побывал премьер-министр в старинном поморском селе Гридино в Кемском районе, где пожар удалось ликвидировать субботним утром. В тушении были задействованы четыре пожарных автомобиля и восемь помп, которые по поручению главы Карелии доставили вертолётом из Петрозаводска. В результате замыкания подошло возгорание травы. В результате шквалистого ветра, ветер быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, 2 дома, является жилых, в них проживало 4 человека, 2 семьи. Премьер-министр подчеркнул, что в обоих случаях пострадавшим предложили места для временного проживания. Большинство из них всё же отправилось в собственное жильё или к родственникам и знакомым. А глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети ВКонтакте поблагодарил за слаженную работу пожарных, а также добровольцев и всех неравнодушных, кто откликнулся и пришёл на помощь землякам. Любовь Цыганова, Александр Борисов, Служба новостей. В Пряжинском районе рядом с деревней Корзо появится сосновый бор в память о погибших в Великой Отечественной войне. Минувшие выходные участники акции «Сад памяти» высадили там 12 тысяч сеянцев. На месте побывала и наш корреспондент Татьяна Лапина. В этот раз акция «Сад памяти» началась с разминки. Ведь участникам предстояло засеять сеянцами сосны территорию площадью 6 гектаров. Мероприятие проводится по всей стране по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель – ежегодно высаживать 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. На территории республики Карелия мы высадим 95 тысяч сеянцев. И в рамках сегодняшней акции 12 тысяч сеянцев. Это огромные площади, которые потом вырастут, и мы каждый внесем огромный вклад. В акции приняли участие сотни жителей республики. Среди них не только работники лесохозяйственной отрасли, но и представители других организаций и просто неравнодушные жители республики. Я работаю в эссельской школе, учителем начальных классов. Вот мы, часть нашего класса, вместе с моей семьей приехали сажать лес. Лес – это же наша Карелия, это же природа Карелии наша. Мы, я думаю, как мы портим эту природу, мы должны ее восстанавливать. Это память наших дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне. Лесу нужна помощь. И так деревья все вырубают. Ну, надо же их сажать еще и не сидеть дома на диване. С юным волонтером согласна и минист природных ресурсов и экологии Карелии Енина Свицкая. Она отметила, что акция «Сад памяти» выполняет не только важную патриотическую роль, но и помогает сохранить главное богатство республики. Здесь достаточно большое количество людей вот так сплочается на такую благую цель, как посадка леса. А это наше достояние, это наше развитие, это наша основа и экономика. Очень радует, что здесь такое большое количество детей, то есть им это интересно, и они это умеют. Поэтому лес у нас всегда будет, лес – это наше здоровье, это наша сила. Сначала мой друг ее выкопает в яму, вот. Ну, где-то сантиметра на 60, может быть, притоптать. Чтобы воздуха не было. Да, чтобы воздуха не было. И вот. Сенцы сосны были выращены в питомнике Карел-лесхоза. Делянка, на которой их высадили, принадлежит Русскому лесному альянсу. Организация уже не первый год предоставляет площади для проведения акции. Мы надеемся, что благодаря теплоте рук и теплоте сердец как-то это тоже все приживется и будет расти. Мы потом осенью проводим дополнение, дополнительный уход, ну и так далее. То есть лес – это такая штука, что с посадкой сенцев только начинается лесовосстановление. Акция «Сад памяти» проходит во всех районах Карелии и продлится до 22 июня. Татьяна Лапина, Варвара Ермоленко, Служба новостей. В Петрозаводске благоустраивают парк «Патриот», а в Пряже пробежали километр здоровья. Об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». За три года в Карелии при поддержке службы и занятости две тысячи безработных открыли собственное дело. Они развивают бизнес в сфере услуг, производства, сельского хозяйства, строительства и такси. На Древлянке в Петрозаводске благоустраивают парк «Патриот». Здесь обновят пешеходные дорожки, приведут порядок газон, оборудуют зону отдыха у воды. Работы завершат до конца лета. Самыми жаркими днями в Петрозаводске на этой неделе станут вторник и среда. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Далее ожидается усиление восточного ветра и дневные температуры в пределах плюс 20-23 градусов. В минувшие выходные в Пряже пробежали километр здоровья. В республиканском фестивале приняли участие около 150 спортсменов и любителей. В Петрозаводске появился арт-объект под названием «Чужих детей не бывает». Его установили по инициативе добровольцев карельского отряда «Лиза Алерт» в парке 50-летия пионерской организации. Открытие приурочили к Международному дню пропавших детей. Его ежегодно проводят 25 мая, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Почему энтузиасты «Лиза Алерт» проводят информационную работу не только с детьми, но и со взрослыми, расскажет Светлана Воробьева. Двое детей, держась за руки, уходят вдаль, превращаясь в птиц. Арт-объект с посланием надежды на то, что каждый пропавший ребенок найдется. Его установили в Петрозаводском парке, там, где любят гулять горожане с детьми. Чтобы напоминать, проблема не теряет своей актуальности. Только с начала этого года в карельский отряд «Лиза Алерт» поступило 10 обращений о пропавших детях. Это практически по два случая в месяц. К счастью, всех потеряшек нашли живыми. Для того, чтобы вернуть ребенка в семью, потерявшегося ребенка в семью, для того, чтобы помочь спасти чью-то жизнь, не обязательно быть супергероем, не обязательно обладать какими-то особенными навыками и умениями. Достаточно быть просто внимательным и всегда помнить, что чужих детей не бывает. В Международный день пропавших детей 25 мая добровольцы карельского отряда снова вышли к горожанам и без устали напоминали о правилах безопасного поведения. Пока шестилетний Денис внимательно слушал волонтера, его мама Кристина рассказала нам, что ее сын знает, что можно и нельзя делать в лесу и в городе, и как себя вести, если он потерялся. Он знает адрес свой, где он проживает, и он сможет даже прийти, если вот где-то в пределах этого района, где мы сейчас проживаем, он сможет дойти домой сам. Что ваши дети узнали, какую полезную информацию сегодня здесь? Как надо одеваться в лес, как надо ориентироваться. А по поводу незнакомых людей? По поводу незнакомых людей у нас постоянный разговор, что от незнакомых людей ничего нельзя брать, особенно конфеты, все там плохое такое, и с ними постоянно говорится, что главное нельзя с незнакомым уходить. И всегда оставить знакомого взрослого в известность, что к тебе подошел незнакомый. Добровольцы Лиза Алерт проводят различные мероприятия по всей стране. Во многих регионах их поддерживают власти. В Петрозаводске установку арт-объекта и акцию 25 мая оперативно согласовала администрация города, а необходимые службы и представители бизнеса помогли с установкой. В корейском отряде надеются, что петрозаводчане будут бережно относиться к их подарку. Светлана Воробьева, Алексей Миронов, Служба новостей. В Петрозаводске прошел региональный этап 10-й летней спартакиады пенсионеров России. Представители старшего поколения почти со всей Карелии собрались, чтобы посоревноваться в игре в дартс, настольном теннисе и в плавании. О спортсменах серебряного возраста, которые способны дать фору молодым, смотрите в нашем следующем сюжете. Настроены решительно и готовы к бою, а точнее к соревнованиям в 10-м этапе летней спартакиады. Проверить себя и свои силы собрались пенсионеры почти со всей Карелии. Среди них команда-представительница Кемского района. Ее участники прошли отбор, чтобы попасть на состязание регионального уровня. Считаем, что пенсионеры это очень активные люди и должны принимать участие во всех видах, может быть не во всех видах спорта, но мы стараемся, чтобы тело было здоровым, бодрым. И активность для нас это самое такое, так сказать, качество, которое присутствует всем членам команды. Конечно, мы не мастера спорта, но надеемся на определенный успех в некоторых видах спорта. В этом году среди участников 8 человек старше 75 лет. Самый взрослый спортсмен в команде Кемского района Виктор Александрович Балашов. В сентябре ему исполнится 76. Но для спартакиады и такой солидный возраст далеко не предел. Сегодня представителем из Моизирского района является мужчина, которому исполнилось уже 83 года. Это достойный возраст, но это говорит о том, что наши жители Республики Карелия занимаются спортом, ведут активный образ жизни и показывают пример молодому поколению. Представители старшего поколения состязались в пяти дисциплинах – игре в дарт, стрельбе, настольном теннисе, беге и плавании вольным стилем. Помимо этого участники сдавали нормы ГТО. И в этом виде состязаний не обошлось без рекордов. Так, 70-летний пенсионер из Петрозаводска Валерий Журба отжался от стула 50 раз. 47, 48, 49, 50 аплодисментов. Любая активная жизненная позиция для возрастного человека – это полезно. А самое главное – общение. Они же приезжают из района, рассказывают друг другу, что проходит, как они живут. По итогам спартакиады выиграла команда Аланецкого района. Второе место у команды Петрозаводска, третье – у Медвежегорского района. Наталья Ильина, Александр Борисов, Служба новостей. Студотряды Карелии торжественно открыли новый трудовой сезон. На линейке студенты получили путевки, дали клятву, представили творческие номера и провели шествие с флагами. Тему продолжит Львовь Цыганова. Студентка Петрозаводского государственного университета Валерия Голенок давно хотела связать свою жизнь с железной дорогой. Благодаря студотряду проводников ее мечта сбылась. Теперь она работает проводницей, делает то, что любит, и любит то, что делает. Осуществление одной мечты означает то, что должны появляться новые мечты и цели, которыми нужно идти. И поэтому сейчас я собираюсь в дальнейшем развиваться также в студенческих отрядах. Открытие трудового сезона студенческих отрядов – долгожданное событие для учащихся, потому что именно в летний период молодым людям удобно работать, а в остальное время они заняты учебой. Студент может получить не только работу на лето, ну это первоначальная наша задача – трудоустроить человека. Также у нас очень много спортивных мероприятий, творческих мероприятий. Можно расти как руководитель, то есть стать, например, организатором каких-то мероприятий и тоже вырасти как личность. Теперь трудовой сезон официально открыт. Дальше бойцы студотрядов отправятся работать по различным направлениям. Так, впервые в Карелии начнет работу сельскохозяйственный отряд. Студенты поедут работать на Кавказ, Ставропольский край на уборку и прополку винограда. Любовь Цыганова, Владимир Волотовский, Служба новостей. В Петрозаводске трое неизвестных забрали урну, которая находилась в одном из районов Петрозаводска, и увезли ее на черном кроссовере. Эти кадры на своей странице разместила и глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Ролик ей прислали подписчики. По словам градоначальницы, специалисты комитета ЖКХ уже проверяют, чья это урна. Если подтвердится, что городская, власти будут обращаться в полицию. Инна Колыхматова поблагодарила Петрозаводчан за поддержку, но попросила отказаться от грубых слов в адрес любителей урн. Даже если окажется, что их действия преступны, наказание их постигнет в рамках закона, добавила мэр города. И это были все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин